Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качков. Автор десятков опубликованных книг, брошюр, научных статей. Автор сотен видео на канале YouTube про здоровье, правильное питание, лечение, средствами официальной медицины, народными средствами. Мое отношение к этим действиям, которые многие хотят совершать со своим здоровьем. Чтобы вам проще было просмотреть сотни видео на YouTube сложно, вам будет проще подписаться на мой канал и просмотреть те видео, которые вас заинтересуют. А сегодня я решил написать, на мой взгляд, очень интересное видео про кефирную диету. Говорят, что она очень эффективна. Да! Но! Первый день диеты, можно сказать разгрузочный день, выдерживают многие. А вот дальше жесткое нарушение обмена веществ, которые провоцируют кефирная диета. Казалось бы, сбалансированный продукт питания. Не все доходят до конца диеты. Но! При правильной комбинации кефирной диеты и борщевой диеты, вы реально можете получить пользу для здоровья. И пусть говорят, что кефирная диета отлично подходит для похудения всем. Кефирная диета часто позиционируется именно так, как достаточно эффективная. И предполагают употребление литр-полтора кефира в сутки. И все! На первый взгляд, кажется, диета простая и легко исполнимая. По отзывам еще и эффективная. Вы теряете килограммы легко и просто. Пей кефир и все случится! Однако реально, далеко не все могут все-таки выдержать такую внешне простую и доступную диету. Она экономически еще выгодна. И получить тот результат, который прописан в отзывах. Поэтому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете основные характеристики кефирной диеты для похудения. Вы также узнаете, почему, на мой взгляд, борщевая диета может существенно улучшить переносимость кефирной диеты. И повысить эффективность ее. Ну и как правильно комбинировать кефирную и борщевую диету. Чтобы вы получили тот результат, который вы хотите. Какие же основные характеристики кефирной диеты? Более подробное видео про кефирную диету есть на моем канале. Если вы подписались, то вам легко ее будет просмотреть. А в этом видео я хотел бы показать болевые точки кефирной диеты. Из-за чего я советую ее немножко усовершенствовать. Точка первая. Чаще всего кефирная диета предполагает употреблять 1 литр кефира в сутки. Это здорово! Кажется все прекрасно. Но! Каждый из вас имеет свою избыточную массу тела. Реальную либо придуманную, но свою. У кого-то несколько килограмм лишних. У кого-то десятки килограмм лишних. А у кого-то и вовсе нет этих лишних килограмм. Часто девушки придумывают с нормальной массой тела даже сниженной. Решают ее дополнительно снижать. И попадают в анорексию, в дистрофию. И чем это может закончиться? Вы можете такое видео тоже на моем канале найти и его просмотреть. А литр кефира в сутки имеет свои характеристики. И проблема первая. Это недостаток воды. Потому как кефир содержит примерно 90% воды. То есть литр кефира 900 миллилитров воды. И это реально мало для любого и каждого. Для взрослого человека это реально мало. Это пожалуй скорее детская диета. Но с очень не детскими результатами. Дети могут выпивать литр кефира в сутки. И может быть этого и хватит. Точка вторая. Чаще всего используется обезжиренный кефир. И тут тоже своя проблема. Да, я понимаю. И вы понимаете, что обезжиренный кефир имеет калорийность до 500 ккал. Жирность 2,5% повышает до 550-560 ккал. И вроде как теоретически чем низкокалорийнее продукт, тем лучше. На самом деле чем меньше жиров в кефире, тем тяжелее переносить эту диету. Потому как во-первых у вас жестче горят свои собственные жиры. И вам кажется, что вы будете активнее снижать вес. На самом деле вот те сгоревшие жиры. И находящиеся в жировой ткани. У каждого человека пестициды, ербициды, канцерогены. Я реалист. Я понимаю, что пища не свободна от этих компонентов. Даже выращенные в высокогорье продукты часто их содержат. Поэтому когда все это добро из жировой ткани выйдет в кровь. А на обезжиренном кефире очень плохо работает печень. Я понимаю откуда появляется жировой гепатоз. И мои клиенты, которые пытаются лечить свою печень уже после таких неудачных попыток похудеть. Поэтому я бы советовал жирность не убирать. А если убирать, то правильно. Да, вы можете использовать обезжиренный кефир. Можете использовать кефир жирностью 2,5%. Но все равно это все нужно делать правильно. Точка еще одна. В таком количестве кефира обычно содержится и минимально необходимое количество белков. И чем это закончится может для вашего здоровья, я расскажу чуть позже. Потому как обычно все-таки в диетах для похудения белки стремятся сохранить. Может быть даже и чрезмерно повысить. Да, есть белковые диеты для похудения. И об их опасности вы можете тоже найти такое видео на моем канале. Кефирная диета содержит относительно мало, крайне мало углеводов. Потому как даже то небольшое количество, которое было в реальном молоке, путем брожения превратилось уже в молочную кислоту. И обмен веществ углеводами кефирная диета не поддерживает. А это еще более жестко будут гореть жиры. И все осложнения, которые я уже сказал, связанные с активным сжиганием жиров в вашем организме, будут только увеличиться. А переносимость диеты будет соответственно снижаться. Также она содержит относительно мало основных витаминов, макро-микроэлементов. Ну, за неделю ваш организм жестко не пострадает. Но очень хорошо, что в достаточном количестве содержится хотя бы калий, который может давать мочегонный эффект. Кальций и фосфор. А это энергетический обмен. Это костная ткань. И фактически при всей ее простоте и доступности. Это достаточно жесткая, ограничительная диета для похудения по многим компонентам. Во время соблюдения которой нужно иметь огромную силу воли, чтобы дотянуть до конца этой недели. Особенно, начиная все сложности, начиная со второго дня. А первый день можно расценивать как разгрузочный. И это здорово. А вот со второго дня, когда закончились запасы углеводов. И организм начинает активно использовать как источник энергии собственные жиры. А при дефиците белка еще и белки для поддержания уровня сахара в крови. Да, жировая ткань начинает уменьшаться в объеме. Мышечная также. Вода уходит из вашего организма, потому что ее не хватает. И вот здесь вот возникают серьезные проблемы. Даже если вы попробуете использовать в этой диете не только кефир. Можете использовать йогурт, простоквашу. Да, разнообразие вкуса не меняет ничего по сути. И об этом вы узнаете прямо сейчас. Конечно, для того, чтобы продлить свое участие в кефирной диете, можно поиграться вкусами. Ведь аналогичный состав или очень близкий к кефиру содержит простокваша, йогурт, тан, айран, кефир, другие кисломолочные продукты. Но! Вкус не меняет сути. И начиная со вторых суток, из-за жесткого изменения обмена веществ в вашем организме, желание прервать кефирную диету прогрессивно нарастает. А более недели соблюдать кефирную диету крайне сложно. Особенно на фоне привычного уровня физической активности. Ведь для того, чтобы увеличить результат, многие советуют, да, соблюдайте диету, ограничили себя во многом и добавьте еще активности. Да, результат вы будете получать более высокий. Но! Какой ценой? На низкобелковой диете работающая мышца заберет те крохи белка, которые попадают в организм. А что сделает ваша иммунная система? Она сдастся на милость победителю. И проблемы возникнут легко и просто. Поэтому на кефирной диете активность нужно снижать до уровня режима самообслуживания. Ну, разве что при почтной недостаточности, да при подагре, такая диета не станет особенно проблемной. А также сложности возникнут, если у вас есть признаки нарушения работы печени. То есть, если есть жировой гепатоз, стеатогепатит, когда-то был перенесен гепатит, либо жестко прошли отравление, плохо его сопровождая. Возможно, в детстве был ацетономический синдром, тромбоцитопения, цариаз, другие кожные проблемы. Возможно, в семье есть сахарный диабет 2 типа, либо раннее развитие атеросклероза сосудов, гипертонической болезни. Кефирная диета жестко и в значительной степени изменяет все основные виды обмена веществ. И обмен белков, жиров, углеводов резко изменяется. И на какую точку выйдет ваш обмен веществ по выходе из этой диеты, сложно предсказать. Поэтому при обозначенных мной состояниях продолжительное нахождение на диете может очень плохо, это я мягко сказал, отразиться на вашем здоровье. А если часто появляется еще и сильный аппетит, диету нужно прекращать или правильно сопровождать. Потому как если у вас есть сильный аппетит, то это значит о том, что сахар снизился критически и ваша печень не успевает включать глюконеогенез. Она не успевает перерабатывать гелки и жиры в углеводы, поддерживая сахар в крови. Очень легко попасть в гипогликемическую кому на этом фоне. Вот именно поэтому я советую правильно сопровождать кефирную диету и комбинировать ее с борщевой диетой. Которая позволит увеличить переносимость кефирной диеты, не снизив особенный результат и дать вам другие плюсы, о которых я расскажу прямо сейчас. Почему же борщевая диета может серьезно улучшить переносимость кефирной диеты? Борщевая диета для похудения более сбалансированная. Она содержит достаточное количество воды, достаточное количество углеводов, регулируемое количество белков и жиров. Также содержит основные витамины, макро и микроэлементы. Это позволяет соблюдать борщевую диету для похудения не одну неделю, а 2-3 и более. И снижать вес с контролируемой скоростью. Чем больше жиров, тем меньше скорость снижения веса. Чем больше белков и меньше жиров, тем скорость снижения веса выше. Об особенностях применения борщевой диеты на моем канале есть несколько видео. Потому как борщевая диета более функциональна, чем кефирная. Кефирная только для снижения веса. А борщевую вы можете использовать для адекватной коррекции. То есть, она позволяет вам и снижать, и набирать вес, и активно заниматься при этом спортом. И жить лучше и дольше, и укреплять иммунитет. Но! Не все так просто. В борщевой диете крайне мало одного очень важного макроэлемента. Это кальция. И чтобы сохранить его в организме, нужно ее серьезно корректировать. Недостаток можно компенсировать путем приготовления борща на молочной сыворотке. Но такой борщ не каждому по вкусу. Поэтому можно легко и просто скорректировать борщевую диету, объединив две диеты вместе. И правильно употребляя борщ и кефир, йогурт либо простоквашу, получать тот результат, который вы хотите. А вот как это делать правильно? Вы узнаете прямо сейчас. Как же правильно комбинировать кефирную и борщевую диеты для здоровья? Ну, утром после сна, если у вас есть хороший аппетит, логичное употребление постного борща. Либо для усиления обмена веществ, борщ может быть не постный, может быть птица, мясо какое-то. В этом случае он позволяет компенсировать ночные потери энергии и поддерживать активный обмен веществ за счет углеводов. Раз есть аппетит, значит сахарок в крови снизился. Подбрасывайте новые порции углеводов, в пламени которых горят вот те самые ненавистные жиры. И все будет здорово. Если же у вас утром есть аппетит и вы попробовали начинать с кефира, йогурта, простокваши, это не очень правильно. Потому как в данном случае сахар в крови низкий и печень не успевает перерабатывать белки и жиры в углеводы, поддерживая высокий уровень сахара в крови. Кефир, йогурт, простокваша и сахар не содержат. В результате вы продолжаете перенапрягать обмен веществ и своей печени, мягко выражаясь, вредите. Потому как белки будут разогревать обмен веществ. Энергия будет обеспечиваться за счет активного сжигания жиров. Но только в том случае, если у вас прекрасная генетика и нет тех заболеваний, о которых я уже сказал ранее. Если на протяжении дня появился аппетит, опять-таки это ваша печень слабовата, она не успевает поддерживать сахар в крови, нет резервов. В этом случае опять-таки вы должны в свой организм подбросить новые порции углеводов. И лучше принять порцию борща в разных видах, чем кефира. А вот если при появлении аппетита вы все-таки попробуете употребить кефир, йогурт, либо простоквашу, либо другие аналогичные продукты, и аппетит не исчез, а усилился. Можно легко попасть в гипогликемическую кому. Это очень серьезная штука, которая возникает очень быстро. Это минуты, десятки минут максимум, и у вас уже серьезная проблема по здоровью. Поэтому так поступать нельзя. А вот если вы хотите активно сжигать калории еще и в тренажерном зале, я вам сказал на кефирной диете, на исключительно кефирной диете у вас это вряд ли получится. А вот при правильной комбинации кефирной и борщевой диеты это сделать легко и просто. И как это сделать правильно, вы узнаете прямо сейчас. Если же у вас есть желание, находясь на диете, более активно сжигать калории в тренажерном зале, без проблем, это нужно правильно сопровождать. И за полтора-два часа до занятий нужно принять борщ. Но не просто борщ, а постный борщ. И не просто постный борщ, а правильно приготовленный постный борщ. Этот борщ не должен содержать ни мяса, ни птицу, а также в нем не должно быть бобовых, посоли. Потому, как такой борщ у вас за два часа не переварится. Смысл его принимать перед физической нагрузкой исчезает. Потому, как он у вас будет находиться в желудке и вы будете заниматься в зале с борщом в желудке. А правильно приготовленный постный борщ должен быстро пройти желудок, перевариться, усвоиться. И те, та вода, те витамины, макро, микроэлементы, углеводы, которые в этом борще находились, должны находиться уже в кровеносном русле. И помогать вам выполнять ту физическую нагрузку, которую вы хотите. Вот тогда вы получаете и удовольствие от мышечной нагрузки в зале, занимаясь фитнесом и от диеты в том числе. А вот по окончании занятий у вас есть выбор. Можете принять постный борщ после занятий, но я бы советовал уже тут не постный борщ. Вот тут должно быть или мясо, или птица, или бобовые. А можете просто принять юшку от борща, а затем кефир, йогурт, простоквашу. Без проблем. Это будет правильно и вы будете получать только плюсы от нахождения на диете. А вот на ночь, за час-полтора, может быть два перед сном, ваш лучший выбор все-таки кефир, йогурт, либо простокваша. Особенно, если до решения начинать кефирно-борщевую диету у вас был повышен сахар в крови. Просто вы к повышенному сахару добавляете практически лишенный углеводов продукт. Быстрое переваривание которого, которое начали уже бактерии, обеспечит наполнение крови другими компонентами, которые вам нужны. И это будет правильно. Часто хотят в борщевой диете использовать разные виды борща. Да, традиционный красный борщ имеет более 50 вариантов приготовления. Но некоторые хотят заменить красный борщ на зеленый. Я бы это вам делать не советовал. Несмотря на то, что сейчас весна и в зеленом борще полно витаминов. А почему, вы узнаете прямо сейчас. Когда я говорю борщевая диета, я подразумеваю только традиционный красный борщ. Зеленый борщ как заменитель не подойдет по нескольким причинам. Во-первых, это совершенно иной состав ингредиентов. Это прекрасное блюдо, но в длительном использовании как монопродукт оно не готово. Оно не сбалансировано по многим компонентам. Во-вторых, при нарушении технологии приготовления легко принять первые признаки отравления зеленым борщом за обычное нарушение самочувствия при соблюдении ограничительной диеты. И жестко пострадать. Почему? Ну просто часто используемая в зеленом борще зелень, щавель, шпинат, крапива содержит не только в значительных количествах нитраты, а это не самый лучший вариант. Но и на их поверхности располагаются достаточно много нитрозобактерий. Которые даже при тщательной обработке водой, дабы можете мыть долго и нудно, могут не все удалиться. А при относительно короткой тепловой обработке они не погибнут. Поэтому красный борщ на вторые сутки становится вкуснее и полезнее. А зеленый борщ может вызвать отравление. Поэтому зеленый борщ может использоваться разве что как просто хорошее блюдо для питания. При правильном его приготовлении я об этом напишу в свое время такое видео. Сейчас просто делаю на этом акцент. А вот красный борщ либо как активный компонент кефирной диеты для похудения, либо как самостоятельная диета для снижения либо набора веса. Укрепление иммунитета. Обеспечение физической активности и активными занятиями спортом, фитнесом. В которой дополнительный компонент в виде кефира, йогурта, простокваши. Помогут пройти эту диету с большей пользой для вашего здоровья. И заложить вам основы правильного питания. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете поставить лайк на это видео или нет. Кому его отправить. Я подумаю какое еще видео написать на эту тему для вас. А иные пусть говорят, что кефирная диета это супер для здоровья. Да, это великолепная польза для вашего здоровья при правильном использовании. До новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok